Возрождение Книга пророка Иезекииля 37 глава с 1 по 14 стих И сказал мне, Сын Человеческий, Оживут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, Изреки пророчество на кости сии, И скажи им, Кости сухие, Слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сии. Вот, Я введу дух в вас, и оживете, И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, И покрою вас кожею, и введу вас дух, И оживете, и узнаете, что Я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, И вот движение, и стали сближаться кости, Кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, И плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, А духа не было в них. Тогда сказал он мне, Изреки пророчество духу, Изреки пророчество сын человеческий, И скажи духу, Так говорит Господь Бог, От четырех ветров приди, дух, И дохни на этих убитых, И они оживут. И я изрек пророчество, Как он повелел мне, И вошел в них дух, И они ожили, и стали на ноги свои, Весьма, весьма великое полчища. И сказал он мне, Сын человеческий, Кости сии, Весь дом Израилев. Вот, они говорят, И сохли кости наши, И погибла надежда наша, Мы оторваны от корня. Посему из реки пророчество, И скажи им, Так говорит Господь Бог, Вот, я открою гробы ваши, И выведу вас, народ мой, Из гробов ваших, И введу вас в землю Израилеву, И узнаете, что я, Господь, Когда открою гробы ваши, И выведу вас, народ мой, Из гробов ваших, И вложу в вас, дух мой, И оживете, И помещу вас на земле вашей, И узнаете, что я, Господь, Сказал это, и сделал, Говорит Господь. Размышления, часть первая. Смерть и жизнь. Книга пророка Иезекииля, 37 глава, С первого по восьмой стих. Бог выводит Иезекииля в долину, Заполненную сухими человеческими костями. Никакой надежды. Господь спрашивает пророка, А живут ли эти кости? Это кажется невозможным, Но Бог готов снова проявить Свою животворную силу на деле. Он решает что-то предпринять Относительно своего творения, И для начала велит Иезекиилю Изреть пророчество на кости. Стих 4. Затем Бог делает именно то, Что изрек. Иезекииль Кости начинают сближаться, И на них вырастают жилы, Плоть и кожа. Благодаря простым словам, Послушно сказанным По Божьему велению, Святой Дух Возвращает жизнь брошенному И сокрушенному. Если вы Испытываете отчаяние, Безнадежность, Ощущение духовной смерти, Вам нужен Бог, Который собирает вместе Сухие кости И возвращает их к жизни. Какой бы погибшей Не казалась ваша жизнь, Он может Возродить вас. Размышления, Часть 2. Плоть и Дух Книга пророка Иезекииля, 37 глава, С 9 по 14 стих. Из сухих костей В долине Бог Воссоздал прежние тела, Но без Духа Это лишь плоти кости. Только когда Бог Вдыхает в них Дух, Они оживают по-настоящему И становятся Великой армией. Он делает все Это, Чтобы Его народ Узнал, Что Он, Господь. Желая исцеления, Мы порой думаем Только о себе, Но исцеляя Безнадежно больного Или возвращая Отчаявшуюся душу К жизни, Бог делает это Как ради нашего блага, Так и ради Своей славы. В самые мрачные минуты Не забывайте, Что в нашей Искалеченной жизни Действует тот же Бог, Который когда-то В Адемском саду Сотворил жизнь Из праха. Как сегодня В вашей жизни Действует Святой Дух. В каком грехе Он вас сейчас Обличает? Что Он хочет Исцелить? Молитва У Тебя, Господи, Вся сила. Единый, Истинный Бог У Тебя Вся сила. Тебе подвластны Самые тяжелые Обстоятельства. Пожалуйста, Вдохни Снова В меня Жизнь. Яви Пути Свои И помоги Мне Ходить Ими. Во имя Иисуса Христа Я молюсь. Аминь.